Это ребята с Голкоста. Познакомьтесь, познакомьтесь с Наташенькой, так же как моя сестра Алекс и Юрий Германович. Они живут на Голкосте, живут уже давно, 20 лет. Уже австралийцы. Уже австралийцы, говорят... Киргизко-русски австралийцы. Киргизко-русски австралийцы, говорят практически без акцента. Без киргизского. Мы вчера познакомились, за ними в очереди встали и слышим, ой, немножко такое... Что-то родное, да? Что-то родное, да. Ну как вам круиз? Очень. Очень хороший. Много чего делать, правда? Да. Саша уже, правда, соскучился по Австралии, да? Чуть-чуть, да. По друзьям больше, Саша, или почему? По друзьям, да. Дом, соскучился, да. Ну, 10 дней, ничего. Как вам еда на корабле? Когда не надо готовить, что-то красное. И убирать тоже. И убирать тоже. Столько разносолов тут. Очень хорошо. Мы довольны. Вся семья у вас здесь. Вся семья здесь, родители тоже здесь, да? Родители тоже здесь. Наташина в Москве, Наташина мама. Ну, думаете, сюда ее привезти? Нет, там с братом, с Наташиной. Ну, мама, привет, брат, привет. Всем привет. Это все будет опубликовано, да? Опубликовано. Конечно. В центральном телевидении. Всем привет. Таса получит заявить. Да, нам, конечно, повезло. С погодой повезло на этом круизе. Очень шикарное небо. И Новой Зеландии. Понравилось вам? Очень. Все остановки очень. Ну, такая красота. И в Австралии, конечно, мы... Первый раз круиз такой? Ну, в Новой Зеландии первый раз. Да, первый раз. Мы были в Вануату, Ньюмия. Потом мы были в Порт Даглас. Это севернее Сидней мы отплывали. И в севернее Порт Даглас. Забыла даже еще какой порт. В общем, вокруг Австралии немножко. Два года назад с подругой. Но в Новой Зеландии первый раз. Нам очень нравится. Очень. И Австралия красива, но и Новой Зеландия, конечно, сказочно. Сказочно красива. Сказочно красива. И Ванда. Все Австралии забыла. В Новой Зеландию ехать. Уже начинают ехать назад. Да, я тоже так подумала. Во-первых, и пляжи. И ты... Можно выбрать по своему... Как сказать? По твоим потребностям. Хочешь пляж? Пожалуйста, пляж. Ларбота. Наверное, с работами тяжело было. Может быть. Может быть. У нас одна пара, с кем мы познакомились... Мы познакомились на круизе. Они с Новой Зеландии. Пару мы с ними первый день встречались. Они нам показывали окна. И переехали на Голкост они через... В общем, через... Ой, 20 лет, наверное, назад. Так скажем. То есть у них дома и на Голкосте. Вот я вам говорила вчера. И в Новой Зеландии. Но они как-то... И Новой Зеландии им нравится. И Голкост нравится. Как-то так. Каждый хорош по-своему. Каждый хорош по-своему. Ну, в общем, мы счастливы. Мы счастливы, что мы здесь. Что мы отдыхаем на корабле. Ура! Да, не работают. Да, не работают. Марк что-то там бинокль смотрит. Марк делом занимается. Марк делом занимается. Красиво, конечно. Очень красиво. Интересно, а как они... Все-таки он... Что-то работает у него, да? Но он что-то... Корабль? Двигаемся. Снегу уже не видно. Я хотела показать снег, но снегу уже не видно. Его там тяжело увидеть. Бинокль... Сейчас видишь, мы за шею. Он уже не видно. Да. А может еще появится. А видели, мы проезжали эти водопады? Не видели? Не, несколько маленьких. Я один заснял. И большой, и маленький были. Как интересно. Раздвольнуться еще покажем. Я думаю, еще будут водопады. Сейчас капитан попросим. Как у парлам. Здесь вон у людей какая техника. Целые сумки. Любишь рыбалку? Да, люблю рыбалку. Да, когда клюет особо. Какая рыба ловится? Вот бремчики. Бремы. Флатхеты ловил. О, вкусная. Да. Я люблю флатхеты. В Мельбу не больше ловится, наверное, нет? Не знаю, я на рыбалку не хожу. Ловится или нет. Не рыбалка? В Пензи. В Пензи. Там не проплываю. В Пензи есть река Сура. В Пензи есть Сура. Сура? Сура. Какая она по размеру? Как Москва река или меньше? Поменьше. 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 Так интересное чудо природы, конечно. И ведь это же леса, вот эти горы покрыты деревней, это же не просто кустарник, правда? Они же большие, это вот кажется, что они не очень большие. А вот маленькая какая-то лодочка плывет. Have you look down? The little boats. Наташа, вы не помните, у меня спрашивали, сейчас я немножко зума убавлю. Девочки спрашивали про водительские права, но так как я давно их тоже получала, я не помню, как быстро получить водительские права в Австралии. Кто-нибудь из вас помнит? Там это самое, у нас племянница недавно получала. То есть сейчас там несколько часов, сколько, какое-то количество часов нужно наездить. Можно с учителем, но это, наверное, от штата еще зависит. Потому что в Виктории может быть другое. Я знаю, например, что в Виктории нету разделения на ручные и... Мануальные, на автоматические и мануальные. Да, ручные или автоматические коробки передачи. А в Квинсленде есть. В Квинсленде ты, если сдаешь на автоматике, ты получаешь права, в которых отмечено, что только на автоматике можешь ездить. Если хочешь еще, чтобы была ручная, надо сдавать на ручные. Тогда покрывается все. Окей. Вот я даже такого нечистою. Поэтому каждый штат немножко по-своему. Ну, не знаю, насколько у них сейчас объединили, что у нас там 100 часов. То есть нужно катать какое-то количество. У нас тогда не было таких. У нас там просто сдаешь теорию, а потом сдаешь практику. А сколько ты наездил, никого нет. Как-то не волновало. А сейчас там специальные книжки. В них отмечаешь, сколько проехал, расписываешься. Но можно делать не только у нас с инструктором, можно делать с родителями, с другими взрослыми, кто open license имеет. Открытая лицензия есть. Да. Постепенно. Ну и приблизительно сколько это занимает по времени? По времени. Это зависит от способностей. Да, если так быстро хочешь, но можно год постепенно учиться. Я думаю, что можно, если интенсивно, и за месяц можно сделать. Да. Ну, там уже как там имеется тех, с кем ездить, и насколько быстро хочешь все это сделать, и сколько будешь сдавать. Каждая попытка, наверное, сейчас долларов 70. Да, вот я только хотела спросить, то есть каждая вот эта... Раньше была 30, когда я сдавал. Раньше я сдавал. А если... 30 долларов у нас. Мне кажется, 50. Ну, может, ты же больше уже сдавал. Я сдавал в 95-м. Я получила лицензию в 99-м году. Давным-давно уже, да. То есть, если ты не сдаешь, опять платишь деньги и опять... Да, обукуешь опять. У них единственное, что ограничение, что если вот в этом месте... Да, да, правильно. У кого нам нужно несколько, в тот же день нельзя, да. Да, правильно. Да, в тот же день нельзя. Правильно, как-то так. Это что забывается. Я тоже сдавала... Я тоже приехала с правами, но нужно было... Перездавать. Перездавать, потому что они права. Да. Да. И мне было немножко сложно, потому что я училась... У меня была... Не автомат, а... Как это называется? Коробка передач. Ручная. Ручная, да. И когда первый раз я села, и получается левая нога не задействована, боже мой, мне казалось, что машина неподконтрольная. То есть, мне было сложно. Сложно. Наоборот, еще сложнее. Те, кто не умеют на ручном ездить, пытаются сесть. Я сдала на ручном. Сейчас я бажаю автоматику. Ну да, и я... Да, мне кажется, сейчас все автоматные. На автомат, да. Если у него ручная, передача, у меня автомат. Если мне иногда на емленной машине надо ехать, если долго не ездить, то я сажусь, я в караже сначала попробую куда-то все. Подготовлюсь морально, а потом ничего, как на его цепени. Да, ну вот... Один раз научился и все. Потом уже расслабился и ездишь. Да, привыкаешь. Ну вот забывайте все. Я говорю, надо спросить, потому что не помню. Вот такой вопрос у меня был. Где-то спрашивал. Спасибо. Знакомые едут, да, сюда? Нет, нет, не знакомые едут. Просто девочки спрашивали с Ютьюба. Знакомые ко мне сюда не едут. Жду сестру уже сколько лет в гости, что уже... Это у нее дочка замуж выходила, потом теперь родилась маленькой девочке. Теперь маленькой девочке год и 4 месяца. И, конечно, она как хорошая бабушка проводит полдня на работе, полдня с внучкой. Поэтому, нет, я опять жду, опять это откладывается. Но все равно в скором времени, надеюсь. Вот, вот, вот.